Всем добрый день! Сегодня решила показать вам еще одну свою любимую примулу, которая называется примула Зибальда. Посмотрите, пока она цветет. Цветение у нее немножко позже, чем у обычных примул. Держится цветение долго. Но вот выбрала время сейчас для того, чтобы показать, насколько красив и насколько декоративен этот цветок, этот кустик. Посмотрите, это примула японской селекции, выведена очень давно ботаником Зибальд. В честь его и названо это растение. В общем-то растет у меня она давно, зимостойкая. Ничем я ее не подкармливаю, не укрываю. Единственное, только вот у нее особенность такая. Она теряет свой лист после цветения, где-то через месяц у нее жухнет листочек и полностью пропадает. Ничего не остается, земля остается голой. И в общем-то надо ставить какие-то меточки или просто запоминать, что вот на этом месте растет у нас примула Зибальда. Ну и вокруг, конечно, обсаживать растение для того, чтобы это место не было пустым. У меня вот здесь посажены лилии. Здесь тоже цветок будет развиваться. Вот такая расцветка. Посмотрите, очень красивая. Прямо вот как маленькие цветочки флоксов. Какая-то такая вот миниатюрная форма мне напоминает. Это я отсадила уже кустик осенью. Ждет свою хозяйку. Сейчас вот отсветет и отдам кустик своей приятельницы. Что еще могу сказать? Японцы сравнивают этот цветок с цветением сакуры. И выращивают они в основном такой цветочек в горшках. Ну у нас вот растет в открытом грунте очень хорошо. И часто даже на выставках, кто любит или приму, очень много расцветок выставляется на выставке вот этих вот цветов. Очень симпатичная примолка. Розеточки такие маленькие, небольшие. Набирают один цветонос, только выходят из розетки. Размножается корневищем ползучим. В общем-то, когда начинаешь ее выкапывать, она просто вот распадается на несколько вот этих вот всех, вот эти вот такие маленькие-маленькие розеточки. То есть легко-легко их можно отделить. И быстро размножить. Вот это очень прям большой плюс к такому растению. Очень удобно ее не разрезать, не делить. А вот просто она сама на отдельной части разбирается. И сажаем, где нам нужно, на наши клумбы красивые. Но сейчас вот расцветочка идет, знаете, такая больше, ближе к сиреневому. А камера показывает все-таки ее немножко розоватая. Она все-таки больше в сирень, светлую. Горлышко вот такое в ней белое, красивое. И, в общем-то, этот сорт очень ценят в Японии. Очень ценят. В общем-то, я довольна этим сортом. Очень она красивая, нежная. Листочки такие опушеные у нее. Такие сжатые, красивые, немножко шершавые на ощупь. Ну, в общем, очень красивая примолка. Необычная. Цветет, вот говорю, зацветает немножко позже. И цветет долгое время. Замечательный цветок. По осени нужно немножко присыпать ее землей, потому что корневище нарастает иногда вот так вверх, как вот у остильбы бывает. Выходит, выпирает корневище немножко наверх земли. И поэтому вот нужно ее немножко присыпать на зиму. Вот и все. Весь уход за этой примолой. Шикарные растения. Просто прелесть. Очень декоративная. Замечательная. Вот хотела вам показать такую красоту. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.